За наш Азербайджан. Должны поговорить о судьбах нашей Родины, потому что, во-первых, наши личные судьбы с этим связаны, а во-вторых, во многом будущее Большого Кавказа, будущее Каспия, да и Причерноморского региона тоже связано с Азербайджаном. У нашей страны есть много недостатков, но у нее есть неоспоримые достоинства. Она наша. Азербайджан? Она наша страна. Да. Моя страна, может быть, не права, но это моя страна. Нет, я имею в виду, что она наша, это вообще идет без вопросов. Я имею в виду, что недостатков каких? Ну, очень высок процент среди наших людей, тех, которые ориентируются на третье сословие и на его ценности. Любят, так сказать, быт, торговлю, семью. Нет, чтобы вот взять шашку, допуститься, там, какие-нибудь местные караваны грабить. Вот. Потому что из этого всегда получается что-то великое. Взять арабов, да хоть даже сеченцев. А наши люди, им вот главное раз загрузиться по помидорами и на базар. И вот тоже ничего, пусть и такие будут. Но процент таких у нас высок, высоковат. Но я считаю, что это минус. Тем не менее, на ровно-осмога, по даже, в общем-то, любым меркам, 10 миллионов азербайджанцев не ход на плако. Серьезная цифра. Собственно говоря, на одном фоне весь Северный Кавказ, по-моему, даже не дотягивает. Ну, и только едва-едва дотягивает. Ну, можно где-то там. То есть, на одной чашке весов вот Азербайджанцев, а на другой весь Северный Кавказ. Вот. В этом смысле, я думаю, что Азербайджан, ну, просто обязан. Хочет он, не хочет он играть великую роль в регионе. Но, если там, скажем, не те люди какие-то. Ну, будут те люди. Значит, вот, мы должны работать над тем, чтобы те правильные люди были. Чтобы новое поколение азербайджанской молодежи ничем не уступало лучшим образцам соседних молодежей. Ну, вот, как ты считаешь, мы должны строить идею азербайджанской идентичности? Исключительно на том, что нас обидели и у нас отняли? Или есть какие-то побудительные мотивы быть азербайджанцем поинтереснее и повеселее? Нет, ну, вопрос у нас обидели и у нас отняли. Это же Карабаха, Миша. Ну, не только Карабах. Ты, извини, ты видел вот карту отнятую в России? Ну, Карабах и все, что последовало. А то прилегает. Это же, извини, меня вот такой квадрат вот вырезает. Нет, я считаю, что это неснимаемый вопрос. Никакие вариации, что мы можем как бы консолидироваться, структурироваться и вообще ощущать себя азербайджанцами на каких-то иных более веселых темах, они просто даже не могут существовать. Получается, что мы обиженные, то есть получается, что наша идентичность – это обиженников таких. То есть это все лежит через формирование в Азербайджане, вот этом вот самом торговом Азербайджане, которого любят большие бараши, хороший дом, красивую жилу, все такое проще, партии войны. Ближе, 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 ближе. Это, я имею в виду, партии войны не в каким-то абстрактом смысле, эфемизмом такой, да, а абсолютно реальная политическая партия, которую можно даже зарегистрироваться. Задача которой оказать давление на государство, мы же как бы разделяем страну Азербайджан, народ Азербайджан и государство Азербайджан. Это давление на государство с тем, чтобы центральной и единственной задачей этого государства было возвращение всех территорий, которые отобраны. Всех территорий, включая Эриланское ханство. Да, в принципе, я думаю, что армянскую проблему нужно как-то снимать с доски. Потому что отобранными территориями является не только вот таким... Здесь дело не в территориях, а здесь дело в том, что мир после Первой мировой войны, он исчерпал себя. Он как-то слишком затянулся, перешагнул через Вторую мировую войну и так далее. Все продолжается, продолжается. Он должен быть закрыт и должна возникнуть иная конфигурация. И в этой конфигурации совсем не обязательно у армян должно быть государство. Я же не говорю, что их не должно существовать. Ну, совсем не обязательно у них должно быть государство. Конечно, они прекрасно существуют. Они могут прекрасно вернуться к формату существования, как это было в 19 веке. В 19 веке замечательно существование. Это когда они всегда играли на свадьбах и похороны. Второе, значит, в этой политической партии это не должна быть такая вот абсолютно мочистская партия, которая вот будет именно кселекционно отбирать вот в себя волкодамов таких вот. Нет, нет. То есть это должен быть достаточно широкий спектр, который может формировать и военизированное крыло, которое готово стать авангардом тех сил, которые государство бросит на отвоевание. Так туда могут прекрасно входить и все вот эти вот мещане, которые торгуют помидорами, которые как бы должны просто отдавать, башлять за возвращение. Отдай, чем можешь. Можешь отдать только деньгами, значит отдай только деньгами. Можешь проливать за это кровь, лей кровь. И в принципе, я считаю, что все пространства, которые выпадают за вот эту партию войны, они должны быть определенным образом так вот стигматизированы. То есть попросту говоря, на лоб, там должна быть поставлена печень. Нет, ну то есть человек, который не вкладывается в силовое решение этого вопроса, а не силового, там не видно, нет его. То есть я как Ленин, если можно решить вопрос не проливая кровь, нужно решить не проливая кровь, но тут вариантов нет. То есть если человек как бы не вкладывается в эту проблему, ну значит, ну наверное печать, да. Печать на лоб. Ну не знаю, печать на лоб, там номер на руку, там я не знаю, бубновый туз на спину, там. Да, то есть вот этот человек не участвует. Это не снимаемая вещь. Мы не можем, скажем, сказать, что у нас есть другие задачи, как у мусульман. У нас есть другие задачи, то есть мы лишь ингредиент в большом кавказском этносе. Да. Тут вот такой вот интересный вопрос. Правильно. Мы не ингредиент в большом кавказском этносе, а вот может ли Кавказ быть ингредиентом в большом азербайджанском этносе? Я что имею в виду? Азербайджанцы это же не синоним тюрки. Ну то есть в таком как бы расовом смысле. Это люди, которые говорят по-тюркски. Но туда входит масса генетических компонентов разных. Вообще азербайджанский этногенез, он шел на базе не столько даже туркменских племен из-за Каспии, сколько вот автохтоны, которые... Ну аспири, это... Скажем честно, тюркского в нас в генетическом плане меньше, чем лесгинского. И ну ты говори вообще о ком-то. У нас-то его достаточно, именно у нас с тобой. А вот... В азербайджанцах. В азербайджанцах почему именно лесгинского? Там разные, там албанцы есть. Ну это же одно и то же. Там леги, это и есть остатки албанцев. Ну там есть убыхи там, какие-то, да. Ну есть, но я просто мысль не очень понял. В том смысле, что если, например, к нам приходят какие-то массы людей, которые становятся азербайджанцами, такие жесткие ребята, вот, которые принимают наш язык, вот. Ну они, допустим, приносят какую-то новую свежую генетику. Почему Азербайджан же может расширяться за счет не только там курды или лесгины должны быть, или талыши, но разные люди могут приезжать и как бы становиться участниками азербайджанской идентичности, азербайджанские судья. Я был следить уже в этом политической проблеме. То есть, а что вы говорите? Ну а какая проблема там? А я хочу... Чеченцами нельзя стать с тобой. А я хочу... Нет, многие становились чеченцами. Ну это раньше. Раньше, да. Ну вот раньше же возвращается иногда. Иногда же все возвращается на свои книги. Ну да, евреям тоже нельзя встать. Нельзя встать евреям. Евреям. А вот было время, когда евреям запросто толпы становились просто раз и становились евреями. Ну, в общем, первым, вторым, третьим веке. Ты просто задаешься вопросом, а можно ли стать азербайджанцами? Нет, я к другому. Я к другому. Я говорю, что вот азербайджан должен стать неким центром, некой осью очень большого политического пространства. Таким самостоятельным игроком в этом пространстве. И одновременно это пространство должно как бы сливаться с ним, питать его. Ну, как тебе сказать. Если такой пример привести, то, допустим, есть Русь, есть Россия. Есть россияне. Вот. Но, допустим, собственно, азербайджан как корень. Условно говоря, это как Русь. Да? Нет, подожди, подожди. А потом там, чтобы был корень, чтобы была эта ось, должны люди, которые должны вложиться в проект. Он, может быть, не бог вискорно правит. Я сказал, вот арабы очень хорошо, там по караванам прошлись. Но он из этого вышел. В свое время норвежские ребята решили, знаете, перережем реки и там будем немножко с них снимать. Вот давайте вот тут есть Днепр, вот там вот есть Волга, еще тут хорошо будет Дунай. Но с Дунаем у них не получилось, а с Днепрома Волга и вполне себе вышла. Собственно, это и есть Русь, речные разбойники, которые там перерезали Днепр, для этого там решили вопрос со славянами, там, да, решили вопрос с хазарами для того, чтобы снимать все, что идет там по Волге через Каспий, там, да, так далее. Но это проект, вот до тех пор, пока кто-то не вложится в проект, не решут, там, да. В России не видят, что в Азербайджане такой поиск уже давно идет. Вот почему говорят, допустим, о Нахчеванском клане? Потому что Нахчеванский клан, он представляет собой некий особый генотип, особый такой формат более жестких ребят, чем те же бакинцы, парни из Баку. То есть, Баку в свое время, в советское время, был просто Одессой на Каспии. А бакинцы ничего не могли решить в плане, ну, там, вопросов каких-то геополитических, защиты территории, там, ну, не просто были такие анекдотчики. А потом пришли очень грубые, очень жесткие ребята, вот, которые, ну, как-то, наверное, генетически даже, может быть, были все какие-то более кавказские элементы, да, даже, может быть, даже курдские какие-то элементы, вот. Они и внешне отличаются от стандартных азербайджанцев, не такие мягкие визуально, да. Вот они составили какой-то костяк, который вот худо-бедно держит Азербайджан на плаву уже достаточно много лет. Ну, возможно, что это начало процесса, возможно, что есть какие-то просто жесткие, интересные люди, которые тоже хотят быть азербайджанцами и вложиться в этот проект. Почему нет? Это хороший бренд. Просто у нас в 90-е годы проходила как немножко другая селекция обратная, да, когда, наоборот, жестких побаивались. Да, это помню, помню несчастную судьбу Равшана Джавадова. Да, я именно ему и имел в виду. Да, Равшан Джавадов, Мехти, судьба Лачина, все это, конечно, печально, печально, Апоновская судьба, вот. Ну, это же, понимаешь, история, она идет зигзагами, она возвращается на, как бы, пройденные, казалось бы, места, но не повторяя, а по спирали. Ну, вот, обратив внимание, значит, в таком вот исламском пространстве, которое именно идентифицирует себя как такое исламское пространство, да, не национальное, да, то есть не общественное, не светское такое общественное, да, азербайджанское пространство, азербайджанцы далеко не являются такими уж заиками пушистыми. Ты даже посмотри на дулю там в джихадистских кругах, да, азербайджанцев, да, ну, для этого азербайджанец должен выйти из-под контроля Ахундов, из-под контроля Токлида, вот, и должен стать привяженцем чистого ислама, правильно? Вот, это очень интересный процесс. А в свое время Азербайджан сделал шиитским Иран, который совсем не был шиитским. Там был элемент шиизма в народном исламе на низовых уровнях, да, шиизм там, как бы, популярен был среди определенных народных кругов, вот, но официально эта территория совершенно не была шиитской. Более того, если ты начнешь вспоминать великих персидских деятелей мировой культуры, ты не назовешь ни одного шиита. Ни одного. Ну, они все до того, как шиит был, устоялся там. Ну, не странно ли, что после того, как, значит, в 1500 году наш азербайджанский шах Исмаил Хатаи, который был, кстати говоря, изначально суннитом, установил джафаритский масхаб как государственный во всем Иране, не появилось ни одного имени, которое бы стало наравне с Фердауси, Амаром Хаямом, Амса Ади и так далее, и так далее. Да, то есть ни одного, нет, но есть, конечно, какие-то там имена типа Хайдарио Мули или Мула Сандра, которых знают только теологи и специалисты, там, какой-нибудь Корбан может там о них рассуждать. А так вот там любого ткни палкой, вот какие есть великие иранские там персидские поэты и всякие, скажем, 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 хафиз, хафиз. А они все мыслители, все мыслители, все поэты, все, так сказать, формировщики великого персидского языка, все основы хребет мировой цивилизации, на которые опирался тот же Гёте, который их переводил, писал в подражании им, там, западно-восточный диван, все сунниты. Вот ничего подобного после 1500 года не было. Иран как бы окуклился и пребывает себе вот в таком следовании этому Ахудовскому делу. Азербайджан, вообще-то изначально, он не был тоже шиитским. Почему он вообще, Шаха Смарел, ввел шиизм политически просто, он решил вопрос своей легитимности, власти и так далее, потому что он опирался на помощь Козылбаши. На Козылбаши, конечно. А они были крайние шииты. Ну, как бы, вот он решил, значит, сделать такую жесть. Сам он сумик был, вот в чем дело. И, конечно, никаким сиитом не был. Он задним числом предписал себе сиитство и так далее. Вопрос в чем? Если вопрос стоит таким образом, что шиитский масхаб блокирует развитие исторической ситуации в данном регионе, не пора ли нам с точки зрения интересов политического ислама, который, как известно, является стратегией Рухула, стратегией Духа Всевышнего, осуществляющего его замысел на земле, не пора ли нам пересмотреть то, что, ну, по тем или иным обстоятельствам сложилось, вот на какой-то период последних 500 лет в этом регионе. Ну, речь, наверное, все-таки идет не о масхабе, как таковом, речь идет о тапелиде, то есть следовании всякого рода хундам. Интересным, как бы, духовно-политическому устройству этого пространства, которое фактически создало своего рода церковь. Церковь, ислама. Церковь, да. И что есть не только не, там, шиизм, но и не ислам вообще. Это вообще не ислам. Это вообще не ислам. Но это и не шиизм, на самом деле. Да, конечно. Это не шиизм в том чистом виде, в котором сахабы пророка, в котором сахабы пророка, имели это в виду. Потому что я хочу подчеркнуть, что шиа Али, а знаете, Али Али Исрам, который поддерживал его в те времена, когда был жив наш пророк, сахабы, они же тоже были сахабами. То есть они тоже были салафами. Вот когда салафиты говорят, что они салафиты, они помнят о том, что частью салафитов, когда салафиты говорят о том, что они салафиты, они должны ответить себе на вопрос, они бы пошли за Али или за Муавией. Ну, это понятно, что на этот вопрос они отвечают в большинстве своими за Муавией. Не чуть. С какой стати? Ну, просто по практике я большей частью встречал тех, которые... То есть салафит, который отвечает, что любой салафит стоит на позициях, что Муавия не осуждаем, но он совершил ошибку. Ну, а что он не осуждаем? Если две группы мусульман боюют, то, согласно сунне, одна права, другая не права. Вот, хазат Али 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 Хиселам был, естественно, в своем праве, значит, Муавия не прав. Раз Муавия не прав, значит, не прав. И все. Но они говорят так, что таков был мой стихат, он был неправильный, да? Но за неправильный стихат нет осуждения, нет наказания. Это хорошая мысль. То есть право на ошибку мусульманина. Это хорошая, свежая мысль. Поэтому сегодня мы должны опираться на джаматы, которые не идут за так называемыми теми, кто знает, в кавычках, потому что нынешние шииты из Кума приписывают себе, вообще, они говорят, спросите тех, кто знают. Имею в виду, что знают они. А как вы без токлида вообще можете там идти? Вы же тут же сделаете ошибку. А мы им отвечаем. А мусульманин имеет право на ошибку. Если он с неятом борется на пути Аллаха. Хорошо. Но этот вопрос чисто теологический. Мы в него не будем. Болитическое содержание того конфликта исчерпано полностью. Ну, просто я бы хотел напомнить братьям, что частью салафов, на которых они ориентируются, были и сторонники Хазатя Али и Алихи Сала. Да, частью. То есть можно быть салафитом и одновременно шиа в чистом, первозданном смысле этого слова. То есть следовать тем салафам, которые следовали за Али. Правильно? Да. А это не предполагает каких-то там Алимов, каких-то там Ахундов, каких-то там Айятоу. Вообще не предполагает ничего из того, что ассоциируется у нас с шиизмом сегодня. Вот. И вообще говоря, именно этот момент отвращает азербайджанцев, сбирает их в некую секулярность. Они не хотят следовать за Ахундами. А когда они пытаются понять, как выглядят Ахунды, они идут в тазапив, и там они увидят, как выглядят Ахунды. И они говорят, нет, мы не хотим иметь дело с такими Ахундами. И они идут к какому-нибудь иранскому эмиссару, который исконно приезжает. И это уже совсем, как бы совсем плохо. Совсем плохо.